Скандал хлебобулочной индустрии обернулся ужасом для многих жителей Центральной России. За последние две недели зафиксировано уже более ста случаев, когда в батонах и булках обнаружены остро заточенные топоры. Это отделение черепно-лицевой хирургии больницы Святого Петра, что на Пречистенке. Но сегодня здесь едва ли кто-нибудь молится о хлебе насущном. Потому что более 20 пациентов отделения это люди, пострадавшие именно от хлеба. Я хотел взять, съесть бутербродик. Масло, как раз, еще было нормальное. Но потом я взял батон и... В батоне Ивана Алексеевича ждали не изюм, не семечки, а грозное орудие лесорубов – топор. А как ты его заметишь, когда он вот так на тебя смотрит? Жена обнаружила Ивана Алексеевича уже без сознания, в крови на кухонном полу. Ну я пришла домой, как обычно, на кухню захожу, а там, господи, там столько крови. Просто было такое впечатление, как будто бы застрелился он. Я даже подумала, вот такая, о, застрелился. Это было ужасно. Вот это еще не самое большое. И меня интересует, кто за это ответит. Потому что человек не может переварить такой топор чисто физически. Он получает травмы ротовой полости, пищевода, даже кишечника. У нас в отделении есть старушка. Мы извлекли из нее топор, вдвое больше ее самой. Ну вы представляете, какое это испытание для пожилого организма? Самое опасное на данный момент – это так называемый черный хлеб. В котором топор наименее заметен из-за общей темноты хлебной массы. В этом случае мы можем рассчитывать исключительно на тактильную проверку всей буханки. Ну вот, в принципе, вот это уже относительно безопасный хлеб. Вот это уже можно с большой вероятностью употреблять в пищу. Как топоры попадают в батоны? Это вопрос, которым теперь занимается прокуратура. Но остаются и другие вопросы. Что делать, если все-таки топор оказался в вашем желудке? Ну, первое – нужно избежать столкновения с какими-либо твердыми поверхностями. Потому что при сильном колебании топор может запросто пробить грудину и какой-то своей частью воткнуться в какую-то поверхность. Тот же пол. И тогда человек оказывается в очень беспомощном положении. Испуганные россияне медленно переходят на Сухарим. А в столичных булочных уже появились металлоискатели. Антон Гальченко, Москва.